Приветствую вас, я бы сказал, что да, могут человек тянуть к другому, если у них разные ценности, по какой причине. Но вообще говоря, причина заключается в том, что мы инстинктивно подбираем себе в спутники жизни таких людей, которые, ну, либо соответствуют нашим представлениям каким-то о себе, о наших ценностях и так далее, либо мы подбираем таких людей, которые, условно говоря, дополняют наши ценности, делают нас более полными. Так вот, человек, который стремится к духовной ценности, он, безусловно, делает правильную и важную вещь. Об этом, в этом сомнении нет никаких совершенств. Но, очень часто такой человек, в силу ряда причин, может испытывать определенные трудности. Трудности эти могут быть связаны со многими вещами, это и ценности, это и там что-то еще, то есть моментов может быть много. Суть в том, что человек нуждается в том, чтобы рядом с ним другой человек был немножечко других ценностей. И это тогда делает самого человека более полным, или даже не более полным, а я бы сказал, более гармоничным, может быть, более таким всесторонним и так далее. То есть причин для того, чтобы были какие-то препятствия на пути к союзу между этими людьми, препятствий, точнее, я лично не вижу. Единственное, что, что, может быть, будут какие-то разногласия между, собственно, самими людьми. То есть разногласия, я имею в виду, что, например, человеку, который руководствуется материальными ценностями, будет иногда тяжело срочно понять того, кто руководствуется более духовными ценностями. Но это, опять-таки, это возможно, если люди действительно друг друга любят, или если просто хотя бы стремятся друг друга понять. То есть если есть вот это вот желание понять друг друга, то проблем в том, чтобы найти общий язык, то на самом деле нет проблем, а быть не может быть. Люди в любом случае будут вместе, люди в любом случае будут стараться находить общий язык и так далее. То есть проблем именно с этим не будет. Разногласия все решаются путем притирания друг к другу, путем, значит, лучшего понимания друг друга, ну и так далее. То есть здесь, мне кажется, тоже никаких проблем, в принципе, нет. И тогда, тогда, резюмируя, резюмируя то, что я сказал, можно сделать вывод, что люди с разными ценностями могут образовать союз, но только при условии, если они нацелены на то, чтобы понимать друг друга. Очень важно на этот момент понять правильность. Если люди не нацелены на понимание друг друга, если люди не желают признать, что истинными могут быть не только их ценности, но и ценности другого человека, то тогда будет сложно. Тогда будет очень тяжело найти общий язык, потому что понятно, что будут все время ссоры, понятно, что будут там все время скандалы и прочее, прочее, прочее. То есть вот этот момент, его нужно обязательно учитывать. Вот если, например, мужчина, о котором вы пишете, если, например, вы говорите о супругах, если супруги понимают друг друга и у них есть представление о том, что интересы не единственные, то, вообще говоря, все очень легко, достаточно легко реализуется, и люди находят общий язык. И как бы в разности своих ценностей они друг друга взаимодополняют, что упрощает им жизнь. То есть, например, мужчине не хватает духовных ценностей, эти ценности дают ему, например, женщина, или наоборот. Ага, женщине не хватает материальных ценностей, обеспечения материального она получает это от мужчины. Ну, или наоборот. То есть я бы даже сказал, что такой союз, завязанный на взаимодействии индивидуальных особенностей, на индивидуальных особенностях людей, он куда более лучше и куда более долгосрочен и долговечен, чем, например, отношения между людьми, у которых ценности одинаковые, потому что это создает бочеву для соперничества, для споров, для одногласий и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. А буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.